Здравствуйте, в эфире события недели. Главное событие минувшей недели – Кавказский инвестиционный форум в Грозном. Делегацию Крачева-Черкесии возглавил глава республики. В присутствии вице-премьера России Александра Новака Рашид Тимрезов и генеральный директор управляющей компании аэропорта регионов Евгений Чутновский подписали соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию нового аэропортового комплекса «Архыз». Реализация начинается в этом году. Планируемый объем инвестиций – около 30 миллиардов рублей. Ожидаемый пассажиропоток – 2 миллиона человек в год. Кроме того, будет создано более тысячи новых рабочих мест. Новый аэропорт станет первым в регионе, его запуск станет мощным стимулом для развития туризма. Аэропорт позволит существенно сократить время в пути до популярных туристических кластеров «Архыз», «Тиберда» и «Домбай». Планируется, что строительство нового аэропортового комплекса будет завершено к концу 2028 года. Александр Новак назвал важнейшим событием не только для Карачева-Черкесии, но и для всей России строительство нового аэропортового комплекса «Архыз». Председатель правительства России Михаил Мишустин на форуме в Грозном познакомился с крупными инвестпроектами Карачева-Черкесии. Представляя экспозицию Карачева-Черкесию, председателю правительства России Рашид Тимрезов рассказал о реализации проектов, включенных в модель экономического развития республики. Премьер-министр внимательно познакомился с проектом по строительству первого аэропорта. Следующий проект развития инвестиционного садоводства и строительства оптово-распределительных центров входит в модель экономического развития Карачева-Черкесии до 2030 года. Реализация проекта идет по заявленному ранее плану. Далее Рашид Тимрезов рассказал премьер-министру о проектах в сфере туризма, в том числе о развитии курорта «Архыз», который находится под управлением стратегического инвестора «Горные вершины». Глава региона поблагодарил Михаила Владимировича за поддержку Карачева-Черкесии в вопросах развития экономики и социальной сферы, что, безусловно, поможет в достижении показателей. В единый день голосования 8 сентября в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную Думу. В Карачево-Черкесии запланировано 15 избирательных кампаний разных уровней, в том числе депутатов республиканского парламента. И на этой неделе в Доме правительства прошла жеребьевка по порядку размещения наименований избирательных объединений в бюллетенях и бесплатного эфирного времени и печатной площади в республиканских СМИ. Али Баташев подробнее. По правилам проведения жеребьевки, каждый кандидат выбирал конверт, вытаскивал содержимое, оглашал номер карточки, который заносился в протокол в присутствии членов комиссии. Партию КПРФ представил Кемал Беддаев, «Единую Россию» Фатима Мидова, гражданскую платформу Мария Поставалова, «Справедливую Россию» Олег Каджаков, партию ЛДПР Александр Чайка. Перед проведением процедуры жеребьевки представители телеканалов ГТРК «Крачево-Черкесия» и «Архиз-24» рассказали об объемах выделяемого бесплатного эфирного времени кандидатам. Общий объем предоставляемого эфирного времени составляет 285 минут для телевидения и точно так же 285 минут для радио. 142,5 минуты отведено для совместных агитационных мероприятий на каждое избирательное объединение. И, соответственно, столько же остальная часть, 142,5 минуты отведены для роликов. Количество дней для проведения агитации – 19. 10% от площади газеты в предвыборный период составляет 11 500 квадратных сантиметров. Соответственно, на каждую партию, у нас 5 партий, приходится 2300 квадратных сантиметров. О предоставляемой печатной площади рассказали и представители печатных изданий на национальных языках. Карачай, Черкесск, Хэку, Нагайдовысы, Абазашта. Уважаемые представители политических партий, отказов от вас об участии в бесплатном распределении эфирного времени, радиоэфира и бесплатной печатной площади в избирательную комиссию не поступило. Таким образом, вся печатная площадь, которая представлена здесь, и бесплатное эфирное время, которое представлено здесь, будет распределено между вами в равных долях. Также по итогам жеребьевки был установлен порядок очередности кандидатов в депутаты парламента республики в избирательном бюллетене. Под номером 1 партия ЛДПР. Номер 2 справедливая Россия, патриоты за правду. Номер 3 гражданская платформа. Номер 4 единая Россия. Номер 5 КПРФ. Процедура прошла без нарушений. Замечаний от заинтересованных лиц не поступало. Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас время рекламы, а после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Кисловодском цирке. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Мы карачаевскому языку. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8-918-225-4620. 8-929-861-65-99. В год 650-летия города Кирова, 13 и 14 сентября, холдинг ВГТРК, правительство Кировской области и ГТРК «Вятка» проводят первый общероссийский медиафорум «Народные промыслы России». Для участия в конкурсной программе «Медиафорума» приглашаются теле- и радиожурналисты, режиссеры, корреспонденты газет и интернет-изданий всей страны. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Вятка». Участник специальной военной операции из Карачева-Черкесии Адам Джигутанов в мае текущего года был награжден медалью Суворова. Сейчас он находится дома на реабилитации после ранения. Своими впечатлениями от пребывания в зоне СВО он поделился с представителями региональных средств массовой информации. Артур Мыхце подробнее. Он пробовал себя в разных сферах и профессиях, но когда стране потребовалось обеспечивать безопасность населения в новых российских регионах, в числе первых отправился на защиту Родины. В зоне специальной военной операции Адам Джигутанов провел в общей сложности около года. Как только узнал, что пришла повестка, как-то без задних мыслей, поехал сам, забрал ее, уехал. До того, как в зону СВО попали, мы отправились в боинскую часть. Там побыли где-то недельки, полторы-две, подготовились. Тактика боя, стрельба и уехали. По словам Адама, первое, что бросилось в глаза в зоне СВО – тяжелые условия, в которых живут люди. Поэтому бойцы при первой возможности стараются помогать им, чем только возможно. Сам наш земляк создал в интернете канал, где делится информацией о периодах между выездами. Нам в гуманитарку даже отправляли. Мы с ними делились хлебом, всем, чем могли. Рассказала Адама и о тех, кто находится по другую сторону линии соприкосновения. А говорят вот ребята, что наемников сейчас там много. Очень много, да. Ну, честно говоря, поначалу их было больше. После того, как их разгромили хорошенько, уже, я вам так скажу, ну, это мое мнение. Там в виде наемников люди. Но это уже конкретно кадровые сотрудники с той стороны. Сейчас Адам Джигутанов проходит реабилитацию после ранения. Дали о себе знать последствия ночного обстрела после доставки бойцов на позиции. Очередной выезд был. Я людей на позиции привез утром. Ну, мы ночью выезжаем. К утрому уже там, на позициях, там, до противника метров 300-400 максимум. Там надо быстро приехать, быстро всех этот и обратно. Я привез в группу, вернулся, выехал обратно за следующей группой. И уже попал под артиллерийский обстрел. В конце мая текущего года самоотверженность, отвага и героизм при выполнении боевых задач на территории проведения спецоперации были отмечены на государственном уровне. Указом президента России Адам Джигутанов награжден медалью Суворова. Как только завершится реабилитационный период, наш земляк планирует вернуться к своим профессиональным обязанностям по защите Родины. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. На юге России царит аномальная жара. В Карачаево-Черкесии столбик термометра поднимается до 36 градусов и выше. Лучшее спасение от зноя в водоемы, но во всех ли можно купаться? Жители Черкеска обеспокоены состоянием пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» на многочисленные жалобы горожан. На этой неделе ответили представители Роспотребнадзора, Народного фронта и администрации парка. Подробнее Дарья Тендит. Парк «Зеленый остров» – излюбленное место жителей Черкеска. Во время прогулок около протока они наблюдают не самую лучшую картину. Вонь, мусор и всплывающие трупы рыб. Что случилось и как с этим бороться? Невооруженным взглядом можно увидеть все прелести изумрудной загрязненной воды. Был ужас вообще с той стороны. Заили на какие-то массы плавали там непонятно. С целью разобраться Народный фронт представители Роспотребнадзора, администрация парка собрались, чтобы обсудить несанитарное состояние пруда и протока на Зеленом острове. Местные жители бьют тревогу. Вопрос, который нас всех волнует, потому что в том числе это и здоровье наших граждан. То есть мы должны не просто там за санитарным качеством следить воды и водоемов, но учитывая, что в этих водоемах в том числе и рыбу ловят на старом пруду, в том числе на большом там все-таки есть и пляжная зона, и так или иначе официально это пляж или неофициально там люди и дети купаются, то естественно качество воды нас сильно беспокоит. Забор воды в протоке не производится, потому что к зоне рекреации она не относится, и нормы, с которой можно сравнить показатели, нет. Его нужно чистить, чтобы поддерживать эстетический вид, отмечают представители Роспотребнадзора. По поводу этой протоки, хочу сказать, что ее просто нужно регулярно очищать от иловых залежей, которые накапливаются на дне, потому что здесь водятся утки, уток кормят, здесь богатая органика. Понятно, что это все оседает на дно, и поэтому периодически нужно просто здесь проводить чистку, перекрывать его и снимать иловые осаждения. Тогда здесь будет достаточно чистая вода и не будет запаха. В нашей республике семь зон рекреации. Большой пруд на Зеленом острове включен в этот список. Но можно ли в нем безопасно охладиться в жару – вопрос. Из водоема еженедельно берутся пробы на соответствие нормам мест, установленных для купания, и результат не обнадеживающий. Исследовано 19 проб, и 37% из них не соответствуют требованиям по показателю ОКБ, общей колебактерии. 32% проб не соответствуют по кишечной палочке и по энтерококам. Начиная с прошлого года, жители жаловались на сыпь после нахождения в воде и плохое самочувствие. Вызывают этого заболевания плавающие личинки, червей из рода дематод. Это паразит, который паразитируют на утках, которые в последние годы переселились вот с этой протоки и облюбовали большой пруд. Люди их привечают, подкармливают, утки там чувствуют себя вольготно. И вот те паразитические заболевания, которые они переносят, к сожалению, теперь докучают и людям. Пляжи Зеленого острова оборудованы и пригодны для нахождения там. И вот состояние воды не соответствует нормам. И разрешение от Роспотребнадзора на открытие купального сезона администрация парка так и не получила. На протяжении последних многих лет были попытки получить это санэпидзаключение, но они не увенчались успехом, потому что единственный пункт, который никак не могут выполнить, это соответствие качества воды в пруду требованиям нормативов. Они не соответствуют. Вода в пруду грязная, не соответствует санитарным нормам. Горожане продолжают купаться на свой страх и риск. Мало того, в пруду плескаются и маленькие дети, которые наиболее восприимчивы. Таблички с указателями «Купаться запрещено» отсутствуют. Все недочеты обещают исправить. С нашей стороны, которые были замечания, мы постараемся устранить все, что касается нашей компетенции. По остальным вопросам будем дорабатывать и будем добиваться устранения всех наших ошибок. Дарья Тиндит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня гость нашей программы – заслуженный деятель культуры Карачаева, Черкесии Амир Биджев. С ним встретилась наш корреспондент Балат Шасаев. Здравствуйте, Амир. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня являетесь гостем нашей программы. Я сразу хочу поздравить вас с вашим юбилеем 60-летним прекрасным. И, конечно, сразу также хочу поздравить вас с открытием вашей первой персональной выставки. Это значительное, хорошее, важное для вас событие, я знаю. Конечно, мой первый вопрос будет о том, насколько вы можете в себе сочетать все свои ипостаси. Их так много у вас. Вы и художник профессиональный, вы и педагог, вы и театральный деятель, вы и актер, вы и хореограф. Вы можете определить что-то для вас, что наиболее важно из всего этого? Что для меня главнее из всех этих профессий? Они настолько переплетаются между собой в моей жизни, что где-то провести четкую грань одной профессии, а другой отделять у меня как-то не получается. Потому что рисовать я начал с детства. Это у нас семейная традиция от отца, перенятая. Рисовал я в школе, поступил в художественную школу. Ну и заодно мы танцевали в детстве. Мы ходили на кружки и весьма успешно. Мы представляли республику даже тогда у нас Ставропольский край был. На Ставропольском крае, на таком уровне. Ну а когда у нас восьмилетняя школа была в Ауле, когда я закончил его, я поступил в то, что, как говорили мои одноклассники, что я хорошо рисую, я пошел, решил пойти художником. И поступил в Ставропольское художественное училище, ремесленное. Амир, если говорить о вашей выставке, возвращаясь к этой теме, значимой для вас, я хочу у вас спросить. Помимо того, что вы выставили свой вот этот известный триптих, помимо того, что там было изобразительное искусство, насколько я понимаю, там были работы и декоративно-прикладного жанра. То есть вы выставили разнообразные работы? Да, в разных жанрах. Декоративно-прикладное искусство я владел именно в первом училище, которое я закончил в Старополе, то, о чем я говорил ранее. Нас учили на художника-оформителя, там учили нас резьбе по дереву, чеканке и мерьмеслом таким, прикладным. А потом я поступил в Сухуцкое художественное училище. Я хотел быть станковистом, который пишет картины. Картины классические, как в нашем понимании. И после окончания, после службы в редакции Советской Армии, я по возвращению поступаю в Сухумское художественное училище и заканчиваю там педагогическое отделение. После я завершал свое обучение в Карачаевском педагогическом университете имени Мамара Лиева на фотографии. И моя окончательная профессия, диплом, который я имею официально государственное, это художник-педагог изобразительного искусства. На моей выставке, на выставке, выставка как получилась? Когда я закончил Сухумское художественное училище, у меня была дипломная работа «Триптихабадский», который я мечтал всю жизнь воплотить в реальность. Это монументальная роспись, где должна была изображаться вот она, эскиз. Он должен был быть перенесен на масштабную поверхность. Монументальное искусство – это оформление фасадов, зданий, общественных мест, которое своей пропагандической функции воспитывает, в общем, доносит информацию до зрителя. И вот эта мечта, неосуществившаяся воплощением вот этого дипломного, дипломной работы, я не решился ни разу сделать свою выставку до этого, потому что я был занят театром, я был занят другими делами, а в своей прямой профессии рисовать на холстах у меня не хватало времени. И я откладывал свои работы на потом, на потом, и вот накопившиеся работы. И когда мне уже, я достиг рубежа того, что 60-летие свое, и как-то это уже выход на пенсию, это как раньше было, да, я хотел себе сделать такой творческий отчет, что я сделал за свою жизнь. Взял, собрал все свои работы, оказалось, я даже сам удивился, что их слишком так много оказалось, потому что у меня два зала даже не хватило. Некоторые работы остались в запаснике, мы так их не выставили. И вот эти работы, которые я делал во время занятий с детьми в школе, это и акварель, и графика, и станковая живопись, и декоративно-прикладное искусство, которое я участвовал во всех выставках, которые мы делали с детства, я делал с братьями, там много работ моих братьев, которые я довершал их. Они заготовку делали мне, особенно старший брат, я вот его вырезал, что-то изменял, придавал ему дизайнерскую форму, облагораживал его и выставлял на выставках. И вот то, что у меня все это накопилось, чеканку я делал, много чеканок, все это я собрал воедино, и у меня получилось 116 работ, как там посчитали в зале, вот столько работ. Но главная там, самая главная работа, это триптик, который я наконец-таки воплотил, ну в таком плане, как его воплотил, я все же таки не нарисовал его на стене, а нарисовал на масштабных холстах. Триптик, он имеет размером 3,60 в ширину и высоту 1,60. Вот эти три полотна, которые я сделал, назвал Абазги, и поразило всех зрителей своей тематикой, национальной тематикой, где именно то, что в студенчестве я задумал, вот оно сейчас вот через столько лет, через 40 лет, оно воплотилось в жизнь, и вот радует зрителя и меня, и других, и я этим очень доволен. Амир, я знаю, что танцами вы занимались с самого раннего детства, с самой ранней юности, если уже переходить на хореографию. Я хочу вас спросить, почему вы не сделали танцы своей основной профессией? Хореография в моей жизни имела значительно достаточно, самое эмоциональное место – это в юности. Когда в детстве мы танцевали в кружке, и очень успешно танцевали, мы одним классом, все мальчики одного класса, создали такой, над нами работал преподаватель, создал такой ансамбль, который мы танцевали в 8 лет, и так сплотился, и так мы наловчились, что после окончания школы и после окончания училища я свободно и спокойно мог участвовать в народном ансамбле «Адиюх» именно по тем знаниям и по тем навыкам, что абсолютно меня ставило на одно место с профессионалами, которые имели уже профессиональное образование в хореографии. Но время идет, организм стареет, хореография – это у них, к сожалению, короткая жизнь. Ну, бывает, кто танцует до самой пенсии, но у меня была другая профессия – изобразительное искусство. – Наверное, вообще несправедливо будет обходить стороной вашу театральную деятельность, потому что она тоже занимает громадное место в вашей жизни. Вы, помимо того, что актер, вы и сценарист. Мне бы хотелось узнать, как вот это увлечение началось театром. – В театр я пришел художником-постановщиком, в народный театр. Но так как у нас не было сценария, нам катастрофически не хватало сценария на родном языке, нам приходилось создавать свои сценки. У нас был ежегодный конкурс защиты театра, звание народного. И к этому времени мы должны были ставить новый спектакль. И вот это условие явилось толчком для того, чтобы я занялся драматургией. Первый свой спектакль я написал «Дорога в ад». Она была очень успешна. И там я понял, именно возможности театра во многом преобладают над возможностью изобразительного искусства. Потому что там и синтез всех этих искусств, и хореографии изобразительного искусства, и актерского мастерства, и режиссерского, и цвет, и свет. Там очень много колоритов, костюм. Это все многое решает. И это очень настолько интересно, настолько увлекательно, что я с головой погрузился в этот театр. Начали мы играть в народном театре. И на основе нашего народного театра открыли государственный абазинский театр. Мы уже стали профессионалами в своем творческом развитии. Мы столько спектаклей ставили. С нами работали лучшие педагоги, скажем, в своей жизни. Это как появляются свои школы, своеобразная школа. Это не от того, что мы не закончили ЕТИЦ или какой-нибудь другой институт. Мы учились в жизни. Школа у нас была очень сильная и очень хорошая. И поэтому на основе народного театра, когда открыли государственный театр, я там проработал 7 лет и исполнял все главные роли. И, кстати, первый, кто вышел на сцену, это я везде говорю, всем говорю. Это как космонавт Юрий Гагарин, который первый взлетел в космос. Я первый вышел в открытие государственного абазинского театра. С моей мизансцены начинается сам вообще театр. И этим я очень горжусь и везде говорю об этом. Амир, из нашего разговора я поняла, я и раньше это знала, что вы очень многогранная личность. Что в себе вы считаете особенным? Особенно ничего нет. Особенно это в художнике, это умение удивляться. Удивляться красоте нашего мира, удивляться другим работам, которые делают другие художники. Ну, художник в большом понятии. Это и актеры, и хореографы, и музыканты. Я никогда мимо не прохожу, мимо профессиональной работы. Я всегда заглядываюсь. Вот я работаю в школе преподавателем. Ко мне приходят дети с первого класса, и они занимаются до 10-го, до 11-го класса. Вот с первого по четвертый, по пятый класс. Они занимаются такие большие художники. А потом это дело бросают и обычными людьми становятся. Вот творчество в их жизни уходит на совсем. Вот что обидно. Пикассо говорил в свое время. Я в 17 лет научился рисовать, как Микеланджело. И всю оставшуюся жизнь учился рисовать, чтобы быть похожим на ребенка. Вот его видение, вот эта его наивность. И вот, а это большие художники. Вот это вырождается в человеке. Вот что обидно. Он перестает удивляться, он перестает восхищаться красотой вокруг себя, замечать это, подчеркивать это. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. Еще раз с юбилеем, еще раз с выставкой. И я уверена в том, что вы никогда не потеряете эту способность видеть красоту. Спасибо вам. Творческих успехов. До конца этого года у жителей Карачева-Черкесии есть возможность пользоваться скидкой в общественном транспорте республики. Что необходимо пассажирам, чтобы экономить с каждой поездки по 5 рублей, выяснял корреспондент Артур Мхце. Уже более месяца у жителей Карачева-Черкесии есть возможность экономить с каждой поездки в автобусах и троллейбусах республики. Скидку 5 рублей можно получить при условии оплаты проезда картой МИР, загруженной в смартфон. Предложение от платежной системы МИР продлится до 30 сентября 2024 года. Мы стремимся сделать процесс оплаты и проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наши предложения, которые сейчас действуют в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяют экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. Чтобы начать пользоваться скидкой, необходимо скачать на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть специально созданное для держателей карт МИР приложение МИР Пэй. Процесс регистрации занимает не более минуты. После загрузки данных карты МИР можно сразу оплачивать поездки со скидкой. Для оплаты проезда необходимо лишь поднести телефон с включенной функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу. Сумма с учетом скидки спишется с карты автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость с вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов. Их, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платежная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда. При этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомления или смс-уведомления, в зависимости от того, что предусмотрено в вашей карте. Получить скидку на проезд можно в автобусах и троллейбусах республики, где есть терминалы для приема бесконтактных банковских карт. Сегодня в Карачаево-Черкесии курсирует порядка одной сотни таких транспортных средств. На сегодняшнюю минуту около 2000 транзакций в день осуществляется по проезду по этому приложению. Хотелось бы, конечно, чуть больше видеть, но я думаю, что еще не все наши пассажиры в курсе, что у нас эта акция проходит. Со временем раскачаться, разбежимся. С информацией о правилах предоставления скидки на проезд и маршрутах перевозчиков, участвующих в акции, вы всегда можете ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платежной системы. Добавим, что в акции участвуют все карты МИР, в том числе виртуальные, которые выпускают многие российские банки. То есть не обязательно иметь карту на физическом носителе. Достаточно выпустить ее онлайн в приложении своего банка, а далее просто загрузить данные карты МИР в платежное приложение и оплачивать проезд со скидкой с помощью смартфона. Артур Махцелик, Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево, Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хорошего воскресного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин